Премия имени Андрея Сахарова Премия была учреждена Европарламентом в 1988 году. Она присуждается ежегодно, называется «За свободу мысли». Денежный эквивалент премии – 50 тысяч евро. Понятно, я просмотрел комментарии многих блогеров об этом и остановился на комментариях Любови Соболь. Почему именно на них сейчас расскажу. Но вначале хочу сказать, что думаю, что это очень символично, что премия называется именно «За свободу мысли». Впрочем, вернемся к комментариям Любови Соболь. Она особо подчеркнула, что на днях директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал интервью аргументам и фактам. И в нем он заявил, что Навального уже все забыли, он никому не нужен и его никто не поддерживает. Самое же главное в этом заявлении Нарышкина – это то, что на Западе якобы решили принести Навального в сакральную жертву, как он выразился. И ему сейчас там активно ищут замены. Дескать, у них есть такая, как я понимаю, агентурная информация. Вот этот фрагмент ролика Соболь. На днях директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин сделал интервью, рассказал аргументам и фактам о том, что якобы Навального все забыли, его никто не поддерживает, он никому не нужен. Мы получили достоверную и проверенную информацию, что в одной из западных стран, европейских стран, состоялось совещание с участием, в том числе и специальных служб, и так называемых фондов, неправительственных организаций, различных правительственных структур, где серьезно очень обсуждался вопрос, а как поддержать протестное движение в России, и которое практически увяло. И на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны такие сакральные жертвы. Ну и понятно, что Любовь Соболи прокомментировала эти глубокие мысли. А именно она сказала, что подобные заявочки – это просто смешно. Потому что, например, стоит только ввести в интернет, ну скажем, интервью Нарышкин, сразу же выскакивает именно его интервью по Навальному. И все в онлайне крутится как раз именно вот этого его интервью. То есть реально никому не интересен как раз Нарышкин. Вернее, он интересен людям только в связи с именем Алексея Навального. Более того, она подчеркнула, что Навальный по интересу к нему людей уже давно опережает не только Нарышкина, но и Путина. И подчеркнула она это неголословно. Вот как она об этом сказала. И когда мне говорит Сергей Нарышкин, что Навальный никому не интересен, это достаточно смешно, потому что если зайдешь в интернет и наберешь просто Нарышкин интервью, аргументы и факты или какие-то другие там словосочетания, то первыми же тебе выпадают результаты поиска, где даются СМИ, где Сергей Нарышкин о Навальном, Сергей Нарышкин и так далее, все привязки к Навальному. Такое ощущение, что... Не ощущение, это действительно правда. Это Сергей Нарышкин никому не интересен. И вот он делает, ну по сути, как говорится в ваших интернетах, в наших интернетах, кликбейт на фамилии Навальный. Вот если не упомянет он Навальному, то, наверное, это интервью просто бы никто не прочитал и никто не заметил. Но его заметили, потому что он как раз там упомянул эту фамилию, которая интересна читателям аргументов и фактов, интересна россиянам. И поэтому все СМИ перепечатывают, что же сказал Сергей Нарышкин именно о Навальном. Поэтому достаточно забавное это утверждение, потому что если посмотреть на запросы в гугле прошлого года, что смотрели, что искали, чем интересовались россияне, то первое, на первом месте идет Алексей Навальный. Не Сергей Нарышкин там идет, и даже не Владимир Путин, а Алексей Навальный. Вот опережает даже Максим, который очень много обсуждали в связи с таким тяжелым течением коронавирусной болезни. Что здесь можно сказать? Во-первых, главный смысл того, что Навального, как сейчас говорят, закрыли, был именно в том, чтобы убрать его из информационной повестки. Но это было, мягко говоря, не особенно умно. Я уже не раз говорил, что политаризм, как и фашизм, может более или менее адекватно функционировать только в условиях информационной блокады. Это один из главных принципов ноосферного мировоззрения, убежденным сторонником которого я являюсь. Ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке, подсказки же будет. Один из моих роликов из цикла «Темное пламя», в котором я рассказываю о ноосферном мировоззрении. Плейлист «Темное пламя» также будет на конечной заставке. Правда, в этом цикле, к сожалению, я еще не дошел до рассказа об информационной блокаде. Цикл еще далеко не завершен. Сейчас, в частности, я рассказываю, что с позиции ноосферного мировоззрения наша с вами смерть – биологическая смерть. Это еще далеко не конец всего для каждого из нас, для нашей личности. И вывод от ноосферного мировоззрения сделан на научной, а не на религиозной основе. Но, надеюсь, мы однажды поговорим и об этом. Но вернемся к ситуации вокруг Алексея Навального. Думаю, уже хорошо видно, что Путину и компании, а точнее номенклатуре, убрать его из информационной повестки не удалось. Более того, сработало о том, что в социальной психологии называется эффектом бумеранга. Они привлекли еще большее внимание людей к Алексею Навальному. И так и должно было быть. Номенклатура никак не может понять, что она живет уже не в Советском Союзе, в котором, начиная со сталинских времен и заканчивая Брежневским, была тотальная информационная блокада, прорвать которую удалось только Михаилу Горбачеву. В условиях же открытой информационной системы, любые репрессии неизбежно и достаточно быстро приведут к эффекту бумеранга. Недалекие люди, искренне считающие себя из Сталина коммунистами, любят повторять, да, при Сталине были репрессии, но он навел порядок, и это сделало нашу страну великой. И, кстати, хоть это и чудовищно, но определенный резон в этом есть. Палитарные системы действительно способны на короткий период сделать свои страны куда эффективнее даже самых развитых стран на нашей планете и действительно обеспечить своим странам величие. И это в истории много раз демонстрировали руководители деспоты. Например, Иван Грозный или, например, Адольф Гитлев. Впрочем, примеры эти можно продолжать долго. Кстати, сейчас я начал раскрывать эту тему в цикле публикаций «Провал политики Путина. Экономические причины». Ну и понятно, что видео, что текстовая версия публикации есть на наших каналах. На Ютубе есть видео-версия, на Дзене – текстовая и видео-версия этих публикаций. Но, во-первых, какой ценой политарным системам удается этого достичь? А во-вторых, это сейчас куда важнее, поскольку куда актуальнее. При Иване Грозного еще не было средств массовой информации. А у Гитлера и Сталина хватило ума вначале установить блокаду информации, а уже потом начинать массовые репрессии. И, расправляясь страшными методами с оппозицией, они, как это ни гнусно, но смогли опереться на поддержку народа. И весьма символично, что репрессии в Советском Союзе начались стихотворения девочки, школьницы, десятиклассницы, опубликованном в газете «Известия». Искреннего стихотворения. Лучшие имена и даты я зачитаю. Девочку звали Ева Нерубина. А опубликованное это стихотворение было в «Известиях» 21 августа 1936 года. Оно в адрес сторонников троцкистка Зиновьевского блока. Я зачитаю только его начало. «Трижды презренные, мерзкие гады. Смертью посмели, кому угрожать. Нет, не дождетесь вы больше пощады. Суд вам один, как собак расстрелять». А вот скан этой заметки. Благо, «Известия» были многотиражной газетой, и поэтому этот страшный документ дошел до нашего времени вполне. И обманутый народ в эти сталинские мерзости, увы, верил. Сегодня же ситуация, к счастью, полностью противоположна. Доверие и лично к Путину, и к номенклатуре тает, как снег весной. А вот к оппозиции напротив растет. И растет оно, потому что нет этой самой блокады информации. И ее уже не установить. Номенклатура, к счастью, проспала интернет. И в такой ситуации начинать массовые политические репрессии, что судорожно пытается сделать Путин. Это даже не просто глупо. А это рубить сук, на котором сидишь. И, кстати, на этом суку сидит не только Путин. А все номенклатурное начальство поголовно. Поэтому, повторяю, это закономерно, что то, что Навального закрыли, дало эффект бумеранга. И думаю, если у номенклатуры не хватит ума остановиться, то скоро закрывать начнут их. В такой ситуации политический маятник закономерен. Однажды обязательно качнется в обратную сторону. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok